Конечно, надеемся, что наши выиграют, а дальше удачи. Команда у нас довольно-таки сильная должна быть. Вратарская линия у нас хорошая, потому что у нас хороший вратарь на самом деле. По большому счету прибавить немножко в скорости, прибавить в защите, потому что в Миншестве меньше нарушений делать. По первому периоду очень много нарушений было, и пропустили шайбу именно в Миншестве. Поэтому хотелось бы, чтобы убивали в обороне и в атаке побыстрее бегали. Каждый матч сборной России собирает аншлаг как на арене, так и в первой Ярославской фан-зоне. Переживания, накал страстей и бурное обсуждение игр нашей команды. Первая игра вообще, как говорится, ни в какие ворота. Даже юному вратарю, будущему, это понятно. Вторая игра тоже как-то прошла вяло. Уже было мало надежды, что все-таки победу эту вырвут. Ну, во всяком случае, ну, не знаю, будем надеяться дальше, но уже что-то как-то угасается. Сомнения болельщиков сборная развеяла в матче с Латвией. В день победы наша команда разгромила своего соперника, порадовав всех любителей хоккея. Проигрывать дома в такой значимый для страны день никому не хотелось. Ну, я восхищаюсь. Я очень люблю хоккей, прямо любителей хоккея. Вот ждут, всех будут смотреть. Тамара Васильевна, ветеран Великой Отечественной, не пропускает ни одного матча сборной России. На фронте провела 4 года, была медработником. Сейчас заядлый хоккейный болельщик. Хотел бы, да, поздравить наших ветеранов. Мы сегодня старались. У нас двойной настрой был, и мы счастливы, что удалось выиграть. Надеюсь, люди сейчас в России, ветераны, все рады. Рады, и мы рады, что есть такая возможность порадовать ветеранов, людей с таким праздником. Впереди у сборной России еще длинный путь, и надеемся не последняя победа. Все ждут, что наша команда сыграет в главном матче турнира и выиграет золотые медали. Ну, а первая ярославская фан-зона продолжит свою работу до 22 мая, когда состоится финал чемпионата мира. Денис Муравьев, Олег Лушников и Денис Ромашов. День в событиях.